Здравствуйте, дорогие зрители. У микрофона Евгений Давутов. У меня сегодня в гостях самый настоящий эксклюзив, историк, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Ильич Фурсов. Андрей Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Первый же вопрос такой. Последние три года нарастающая мировая турбулентность. Ковид в 2020 году, СВО в 2022, конфликт на Ближнем Востоке в 2024. Есть ли связь между событиями и чем объяснить такую их плотность? Связь, конечно, есть, безусловно. Вообще история имеет такую привычку, особенно в последнем столетии, ускоряться. Но для того, чтобы ответить на ваш вопрос, здесь нужно нам немножечко посмотреть, а что за система приходит в кризис. К сожалению, у нас в начале 90-х годов, после того, как выбросили марксизм, выбросили и теорию вообще. Причем у нас там марксизм выбросили, а вот на Западе его не выбрасывали. Так вот, капиталистическая система никуда не делась. У нас, правда, предпочитали ее называть в 90-е годы и после. Рыночная система. Но рыночная система – это не качественное определение. Капитализм никуда не делся. Другое дело, что он умирает или почти умер. Суть заключается в том, что свою экономическую динамику капитализма исчерпал в конце 19-го, начале 20-го века, о чем уже тогда написали Ленин и Каутский. Каждый на своем языке. И если мы посмотрим на 20-й век, то в 20-м веке доминировала уже военно-политическая динамика. Что я имею в виду? Если в 18-19 веках капиталистическая система развивалась таким образом, как только мировая норма прибыли понижалась, капитализм выхватывал из некапиталистической зоны какой-то кусок, превращал в свою периферию зону дешевой рабочей силы и дешевого сырья, и происходило движение вверх. Поэтому колониальная экспансия шла не постепенно, а рывками. Но к концу 19-го века мир был поделен, и дальнейшее развитие, вот эта экспансия, она могла уже идти только как конфликт не сильных со слабыми, а как сильных с сильными. То есть военно-политическая динамика вышла на первый план. И если мы посмотрим, как развивался мир в первой половине 20-го века, то мы увидим, что после Первой мировой войны драйвером мировой экономики было восстановление экономики Германии и Советского Союза. А после Второй – восстановление экономики СССР, Германии, Японии и Италии. Но к середине 60-х годов мир оказался в той же точке, что и перед Первой мировой войной. А решать проблемы, которые возникли с помощью новой мировой войны, было невозможно, потому что были две ядерные державы, две соцсистемы. И на Западе было принято решение тормозить научно-технический прогресс и экономический прогресс. Римский клуб, который был создан для разработки именно этих программ, как раз тогда разработал программу «Пределы роста», «Нулевой рост» и так далее. Но всего этого не хватало. Было понятно совершенно, что кто-то должен остаться один – социалистическая система или капиталистическая. Я сейчас не буду входить в подробности, почему проиграл Советский Союз и соцсистема. Мы просто констатируем, что в 1989-1991 годах произошел силами внутренними и внешними одновременно демонтаж социалистической системы. И это отодвинуло почти на 15 лет тот мировой кризис, который аналитики на Западе предсказывали на конец 80-х – начало 90-х годов. Кризис был отодвинут, но в 2008 году он пришел, и стало совершенно понятно, что все, капитализм себя исчерпал. И тогда был разработан 16-летний план на Западе перехода к новой нормальности. Но они не пользуются термином посткапиталистического строя, и они вообще не говорили об отмене капитализма. Но речь шла о том, чтобы создать новый строй. Почему 16-летний план? Предполагалось, что 8 лет – это Обама, 8 лет – это Хиллари Клинтон. Причем вот этот новый посткапиталистический мир, его драйверами должны были быть два трансокеанских сообщества – трансатлантическое и транстихоокеанское. И постепенно корпорации в них должны были заменить государство. Но это был план одной части мировой верхушки, другой части мировой верхушки – это не нравилось. И появился черный лебедь – Трамп в 2016 году. Трамп много чего не сделал из того, что обещал, но как по объективным, так и по субъективным причинам. Но он сделал главное – он сломал два трансокеанских сообщества. И стало понятно, что эволюционный переход к миру новой нормальности не получится. В 2018 году в Институте сложности Санта-Фе в Соединенных Штатах произошла конференция, которую историки второй половины 21 века, если он состоится, если будут историки, если не будет катастрофы, я думаю, что они сочтут это одним из центральных событий 21 века. На конференции Санта-Фе, которая была закрытой, не секретной, но закрытой, и СМИ получили команду не светить ее, она прошла под эгидой американских спецслужб, прежде всего АНБ. Там рассматривались, там было шесть замечательных докладов, там очень интересных. Там были в основном представлены разведслужбы, крупные юридические фирмы, корпорации. Но самым интересным там был анализ сценариев развития будущего. Сценариев было четыре. Революционный сценарий, то есть человечество решает проблемы и рвется вперед. Оптимальный сценарий, человечество не рвется вперед, но решает все проблемы. Но два этих сценария были забракованы как нереализуемые. Третий сценарий – катастрофа. Этот сценарий был признан вероятным. А желательным был признан сценарий антропологического перехода. Антропологический переход – это было заявлено на конференции в открытую. Это создание общества, где верхи и низы отличаются друг от друга, как два биологических вида. То есть верхи живут 120-140 лет. Я не берусь судить о медицинских возможностях человека жить 120-140 лет, но эти люди так зафиксировали. Так вот, они живут 120-140 лет в экологически чистых зонах. Они хорошо выглядят, они питаются нормальной пищей, не искусственной. Низы живут меньше 40-60 лет, часто болеют, вакцинируются, едят искусственный белок, растительную пищу и так далее. Это сразу мне напомнило несколько фантастических романов. Прежде всего, Роман Ивана Ефремова «Час быка» о планете Тормоз, где население делилось на две группы. Кжи – коротко живущие, 25-30 лет, и Джи – долго живущие. Ну и вопрос вставил только об одном – как запустить переход, вот этот антропологический переход. Способов очень немного на самом деле в истории. Это пандемия, война и голод. Ну вот начали с пандемии. Но, во-первых, пандемию плохо подготовили, о чем Киссинджер на заседании Бильдербергского клуба в июне 2021 года сказал откровенно, он критиковал организаторов и сказал, что нужно учиться у Китая. Во-вторых, часть мировой верхушки была недовольна, как резко меняется соотношение сил в этой мировой верхушке в пользу Бигфармы и связанных с ними цифровиков. Ну и они не ожидали, конечно, сопротивления населения. Я тоже не ожидал, что европейцы, американцы, канадцы, которых я всегда считал, до сих пор считаю в основном ходячими желудками, что они смогут оказать такое сопротивление. Ну и в 2021 году вдруг появляются два сообщения в журнале «Экономист», который контролируется семьей Аньели, Ротшильдами и Фабианским обществом. Появилась статья в декабре, что в следующем году, в 2022, эпидемия заканчивается. И Гейтс, который приложил руку к запуску пандемии коронавируса, он тоже в декабре 2021 года говорит, что все, заканчивается. Я думаю, что помимо вот этих двух причин, недовольства части населения, недовольства части верхушки, была еще одна. Я думаю, что в конце, осенью 2021 года на Западе, прежде всего в США, уже решили развернуть конфликт в Восточной Европе между Россией и Украиной, чтобы спровоцировать Россию и таким образом начать ее ослаблять, а с другой стороны нанести страшный удар по Европе, отсечь ее, прежде всего по Германии, отсечь ее от русских ресурсов, чтобы капитал побежал в Америку. Ну, так оно и произошло. То есть, вслед за пандемией пришла война. Поэтому, когда меня сейчас спрашивают, возможно ли новая пандемия, вот эта вот пандемия Икс, которой ВОЗ и ее хозяева пугают мир, я говорю, что вот пока идет СВО в том виде, в каком она идет, пандемия маловероятна. Ну и кроме того, конечно, мировая верхушка попытается использовать голод как фактор управления мировым населением. Об этом очень много уже говорится. Ну, например, на Давосском форуме последнем сельское хозяйство прозвучало мысль нескольких выступающих, что сельское хозяйство – это экоцит. Как только закончился Давосский форум, Гейтс и Урсула фон дер Ляйен рванули в Италию, как такие Лиса Алиса и Кот Базилио. И там они поехали в провинцию Эмилия Романия, которую возглавляет сторонник глобалистов, и начали там обещать тем фермерам, которые занимаются сельским хозяйством, обещать им деньги, если они откажутся от сельского хозяйства вообще, и сельское хозяйство, так сказать, прикончат. То есть, вот все эти события, они связаны с одной вещью. Это попытка быстрого перехода к посткапиталистическому строю, который капитализм свое отработал. Им нужен новый строй. Проблема только заключается в том, что впервые в истории, в истории человеческой цивилизации, впервые в истории новый строй предполагает изменение биологической природы человека, о чем Шваб, его шестерка Харари, они говорят не скрываясь. Ну и кроме того, безусловно, речь идет не только об изменении биологической природы человека. Они постоянно говорят о том, что эра людей закончилась, чипизация, трансгуманизм. По сути дела, это попытка создать иную цивилизацию, чем цивилизация Homo sapiens. Поэтому вся эта публика, я имею в виду не Шваба, Шваб это старый клоун, это дуилка картонная, я имею в виду его хозяев, чьи идеи он озвучивает. Так вот, это попытка вообще создать другое человечество, транслюдей. Одни люди будут сверхлюди, а другие будут недолюди, причем со специализированными функциями, как муравейники. То есть то, что сейчас происходит, это разновекторное совпадение многих векторов в одной точке. Это создание нового строя, создание новой цивилизации. Естественно, противостояние этому процессу, причем не только снизу, но и наверху. Шваб еще в своей книжке, которую он написал в соавторстве Смоляре, ковид в 2020 году, он сказал, что времени на то, чтобы реализовать этот переход, у них очень мало. Двадцатые годы, даже может быть чуть меньше. И они торопятся очень, они торопятся, потому что время работает против них. Андрей Ильич, вот я сейчас прослушал ваш ответ, и можно сделать, видимо, такой вывод, что у глобалистов получается так, что если у них не получается разыграть какую-то глобальную, полномасштабную войну, они тогда запускают пандемию. Но если у них не идет пандемия, они опять тогда возвращаются к теме войны. То есть у них идет это все время чередование, видимо. Да, совершенно верно. Кроме того, нужно помнить, что надо не путать две группы. Есть глобалисты старого типа, это вот старая умирающая глобализация. Глобалисты... Вот Трампа, например, часто говорят, он националист, изоляционист, да ничего подобного. Трамп глобалист старого типа. Он считает, что должен быть Международный валютный фонд, что должен быть Всемирный банк. Но это надстройка, это не базис. Должно быть государство, и должна быть такая ячейстая мировая элита во главе с англосаксонской, американской прежде всего. Ультраглобалисты исходят из того, что никакого государства быть не должно. Должны быть мегакорпорации типа нового издания британской устинской компании. Никакого среднего слоя быть не должно. ООН быть не должно. И нужны принципиально новые надгосударственные структуры, которые отменяют государство. Так что мы имеем дело со схваткой ультраглобалистов и глобалистов. И противоречия между ними носят очень серьезный характер. Так же, как противоречия, например, между землевладельческой буржуазной элитой в 18-19 веках и промышленным и финансовым капиталом с другой стороны. Только сейчас это по-другому. Но давайте затронем все-таки произошедшие чудовищные события. Это теракт в Крокусе Сити Холли. СМИ нам сообщает, что боевиками были таджики, относящиеся к ИГИЛ, запрещенной в России террористической организацией. Кто-то из них вроде бы приехал из Турции. Ехали преступники в сторону Украины. Многие аналитики утверждают, что за всем стоят англосаксы. А если посмотрите в прошлое, это действительно их стиль. То есть как бы заговор в заговоре. Потому что происходит какая-то явно тут путаница-мешанина. А согласны ли вы с этим утверждением? Если да, то где еще наследили англосаксы в этой истории? И вообще зачем им это все нужно? Ну, нужно для дестабилизации. Но я думаю, что как вообще все, что делают прежде всего британцы, не англосаксы, а британцы именно. Вот смотрите, значит, давайте посмотрим на некоторые странности. Но вот ИГИЛ обычно они снимают маски, они, так сказать, подрывают себя, они кричат «Аллах Акбар!». Здесь же люди демонстративно говорили на таджикском языке. Я думаю, и когда говорят, ну вот американцы же предупреждали, это типичная англосаксонская разводка. Одна англосаксонская спецслужба создает такую завесу, так сказать себе, алиби создает, а другая реализует вот этот подход. Я думаю, что здесь были задействованы и британцы, и Украина. И действовали они, когда говорят ИГИЛ, они действовали через ИГИЛ. Тем более, что недавно шеф... Да, не забываем, что ИГИЛ это запрещенная в России террористической организации. Да, ИГИЛ запрещенная, да, да, совершенно верно, ИГИЛ запрещенная. Так вот, Янгер, шеф МИ-6, сказал, что в руководстве ИГИЛ есть британские граждане, и это нужно для того, чтобы в Британии не было взрывов. Понятно совершенно, что запрещенная у нас ИГИЛ создавалась англосаксонскими службами. Это давнишняя традиция британцев. Нужно, например, вспомнить, что в 30-е годы братьев-мусульман подобрала такую маргинальную группу и создала как серьезную структуру британская разведка. Это им нужно было для борьбы с левыми движениями в арабском мире. То же самое с Хамас, то же самое с другими группами. Так что вот этих таджиков высвистали, безусловно, через ИГИЛ. И уже была информация, что в Стамбуле очень часто проходят встречи британцев, украинской разведки, которая сейчас филиал МИ-6, и ИГИЛовцев. Почему выбрали именно таджиков? Дело в том, что если брать среднеазиатскую публику, то выходцев из Таджикистана в Москве больше всего. И здесь они решили, я думаю, сыграть два шара в лузу. То есть создать еще напряжение между населением России и таджиками. То есть это такая полифункциональная, так сказать, вещь. Вот. Но то, что эта комбинация, этот теракт, эта комбинация спецслужб, англосаксов, прежде всего британцев, Украины. Недаром они ехали в сторону Украины. То есть логистика здесь понятная. И вот этих вот, так сказать, прокси-структур на Ближнем Востоке и в Центральной Азии британцев у меня сомнений нет. Цель – дестабилизировать обстановку. Причем произошло это сразу после выборов президентских у нас. И создать напряжение. Так что здесь сомнений никаких быть не может. Это, поскольку мы воюем с коллективным Западом, то это и есть акция коллективного Запада. Трудно было бы представить, что вот такую операцию могли бы провернуть просто, так сказать, вот этот несчастный, в кавычках, запрещенный у нас ИГИЛ, взял сам по себе это провернул. Дело в том, что эти структуры все, и СБУ украинская, и запрещенный у нас ИГИЛ, они находятся под контролем и ЦРУ, и МИИ-6. Ничего самостоятельного вот такого масштаба они делать не могут. А тот факт, что американцы сказали, что они предупреждали, это классическая разводка, люди обеспечивают себе алиби. В осеннем времени часто говорят о конце глобализации. Это действительно так, или это все же преувеличение? Старая глобализация действительно закончилась. Мир остается связанным интернетом, экономикой, но дело в том, что старая глобализация, вот, как я уже сказал, например, ее классический представитель, Трамп, это глобализация, которая устроена таким образом, вот МВФ, Всемирный банк, вот государство, да, государство значительно с ограниченным суверенитетом, но вместе с капитализмом эта глобализация уходит. Новая глобализация будет состоять из больших макрозон, 7-8. Одна макрозона уже оформилась, это Соединенные Штаты плюс часть Латинской Америки. Китай тоже как макрозона безусловно оформляется, а вот у Евросоюза такой макрозоны нет. Для Евросоюза единственным источником такой вот зоны может быть Россия. То же самое с Великобританией. Раньше частью де-факто Британской империи, де-факто не де-юре, был Южный Китай, де-юре Индия, де-факто ряд Эмиратов Ближнего Востока, но Индии сейчас нет в этой системе, Китай тоже самое, а Эмиратов Ближнего Востока слишком мало для макрозоны, поэтому британцы так себя истерично ведут, они пытаются вырубить себе свою макрозону в Восточной Европе, если получится в Закавказье, но в Закавказье там интересы есть у Франции и у США, в Центральной Азии есть интересы у США и у Китая и у России, поэтому они пытаются решить вопрос в Восточной Европе. Их проект британцев для Восточной Европы, для новой глобализации, это новая речь посполитая, но здесь они упираются в Ватикан, потому что у Ватикана есть свой план для Восточной Европы, интермариум, и вот например Науседа из Литвы это человек Ватикана, он очень не нравится британцам, так что там очень интересные вещи, короче говоря, новая глобализация это глобализация макрозон, это не значит, что мир перестанет быть единым, но сам механизм определения и обеспечения этого единства будет другой, и вот сейчас идет борьба за создание своих макрозон, Ну, собственно, вот я думаю, что это на это уйдет лет 30 как минимум. В своих книгах, статьях, роликах вы говорите о том, что де-факто капитализм как система умер или почти умер, а в связи с этим два вопроса, почему и что после? Ну, почему это очень очень просто, социальные системы как и люди рождаются, живут и умирают, капитализм отработал свое, он исчерпал возможности, и дело в том, что в каком смысле исчерпал возможности, капитализм это экстенсивная система, развивался он таким образом, он постоянно расширялся, он в этом отношении похож на античное рабовладение, это тоже была экстенсивная система, вот феодализм система интенсивная, ей не нужна экспансия, а капитализму нужна экспансия, ему нужно расширяться для того, чтобы захватывать все больше зон в качестве дешевой рабочей силы и рынков сбыта, и дешевых ресурсов, но когда капитализм исчерпал свои возможности к концу 20-го, сначала к концу 19-го века свои экономические, а к концу 20-го военно-политические, все, вот вся планета, вся планета капиталистическая, вот это и есть, это и есть финал капиталистической системы, и есть, это одна сторона дела, вторая сторона дела заключается вот в чем, если рабовладение, это отчуждение у человека, его тело, воля распоряжаться телом, феодализм, отчуждается земля, то капитализм построен на отчуждении вещественных факторов труда, собственно капитал это и есть, обеществленный труд, который реализует себя как самовозрастающая стоимость, в конце 20-го, начале 21-го века, в результате произошедшей революции, научно-технической революции, в сфере коммуникаций, на первый план, в самом материальном производстве, не надо путать материальное и вещественное производство, есть вещественное производство, материально все в этом мире, даже информация, так вот в самом материальном производстве решающую роль стали играть невещественные факторы и поэтому именно они становятся объектом присвоения. Что такое невещественные факторы? Это потребности человека, это образование, это наука, знания вообще и обратите внимание, вот сейчас наиболее таким передовым технологическим отрядом мировой верхушки считаются эксисты, от английского слова excess, это владельцы платформ социальных, гугл, амазон, фейсбук и так далее, это и есть контроль над, если марксист сказал бы так, что это контроль над духовными факторами производства, то есть есть ли капитализм, это контроль над овеществлённым трудом, то посткапитализм, и мы уже видим, как он формируется, это контроль над человеком как носителем духовных, как носителем знания, владельцем определённых потребностей, и вот этот строй, он и формируется, и именно человека пытаются поставить под контроль ультраглобалисты, я называю тот строй, который они пытаются создать, биоэкотехнофашизмом, биоэкотехнофашизм, это всё, что связано с медициной, с вакцинацией, контроль над человеком, экоэкотехнофашизм, это зелёная повестка, и техноэкотехнофашизм, это цифровизация, слово фашизм здесь я употребляю как метафору, дело в том, что в европейской традиции фашизм считается, ну вот хуже фашизма ничего не было, поэтому, то есть это, в данном случае, он как метафора, но то, что задумали швабоиды, это значительно хуже, чем фашизм, потому что тот же Гитлер в Майнкампф, он говорил о создании нового политического порядка, эти-то ребята замахнулись на биологическую природу человека, они хотят человека изменить, и не случайно они всё время говорят, что эра людей закончилась, об этом говорит Шваб, об этом говорит Харари, всё будет, всем будет управлять искусственный интеллект, последний раз, то есть в последнем Давосе, Шваб вообще сказал, что искусственный интеллект сделает ненужным выборы, потому что искусственный интеллект будет подсказывать, каков будет результат выборов, и Шваб обращает в зал и сказал, а зачем вам тогда выборы, за вас всё сделает искусственный интеллект, но дело в том, что за искусственный интеллект программируют люди, и они хотят спрятаться за искусственный интеллект, но для того, чтобы провернуть вот эту систему биоэко-технофашизма, нужно прежде всего отнять у людей материальные факторы, их существования, поэтому на Западе и раскручивается вот эта вот программа «Собственность — это плохо, не надо собственный дом, нужно арендовать», «Каршеринг» вместо личного автомобиля, это вот так называемая программа 20-30. А второе, обратите внимание, что происходит в сфере образования и науки. Образование разрушается совершенно сознательно, понятно, что глупыми людьми, необразованными, легче манипулировать, наука перетекает из университетов в... Самое интересное, это сейчас происходит, спецслужбы создают свои реальные научные структуры в области обществоведения, в том числе в области истории. Происходит нечто, ситуация, отчасти похожая на то, что произошло в конце 15-16 века, когда реальная наука из университетов переехала в королевские общества, а потом в конце 18-го, в начале 19-го вернулась в университеты уже на новой буржуазной основе. То есть, вот то, что сейчас происходит в сфере образования и науки, это одно из главных направлений создания принципиально нового строя, где основная масса населения это будут тиктокеры. Это люди, которые не способны прочесть больше трех-четырех страничек, не способны сконцентрироваться, и вот те процессы, которые сейчас происходят, они совершенно не случайны. Если в 16-м веке в Англии шел процесс огораживания, людей сгонялись с земли, как основного средства производства, то здесь у людей отнимают образование, рациональное знание, то есть духовные средства производства. Вот что такое, это не значит, что у буржуинов все получится, и им удастся превратиться в пост буржуинов, но план у них таков, вот создать общество типа биоэкотехнофашизма. Я не думаю, что у них это получится так, как они задумали, потому что сопротивление этому нарастает, меня это очень радует, и кроме того, против всей этой компании работает время. То есть, можно сказать, что если изменится биология человека, то им и проще управлять? естественно, если человек превращается в совершенно такое упрощенное существо с упрощенными потребностями, то им, естественно, легко управлять. Потом, смотрите, еще какая вещь. Здесь не только разрушение образования, здесь создание очень жесткого контроля. Полиция мысли. Ну, до полиции мысли вдоволься этот вопрос обсуждается, ну, смотрите, вот во Франции только что принят закон. Если ты критикуешь МРНК вакцины и вообще вакцинацию, то для первого раза ты платишь либо штраф, по-моему, если я не ошибаюсь, 15 тысяч евро, либо ты получаешь год тюрьмы, а при повторном ты получаешь три года тюрьмы. Те же самые, то есть, ты не имеешь права критиковать вот эти вещи. Недавно Ютуб запретил, просто забанил мой ролик один, где я критиковал Всемирную Организацию Здравоохранения, где я сказал, что это, по сути дела, мафиозная структура, о чем очень много пишут на Западе. Так вот, эта информация блокируется. Контроль над информацией, информационными потоками, это и есть контроль над духовными факторами производства. И сейчас смешно вспоминать, как в 90-е годы люди говорили, все, интернет решает проблему цензуры навсегда, теперь никто не сможет контролировать потоки мыслей. Ни хрена подобного. Еще как смогут. Вот отсечение от, например, Ютуба. Понятно, что, скажем, те же мои ролики, они уходят на другие ресурсы, у меня их семь всего, но, тем не менее, из Ютуба их выбросили. Есть другие способы контроля над людьми. И не случайно в Давосе лозунгом последнего Давоса был восстановление доверия. Что имелось в виду под восстановлением доверия? Шваб сказал, что люди, к сожалению, не верят экспертам Всемирного экономического форума, нужно восстанавливать доверие. Как восстанавливать доверие? Первое, они объявляют всех критиков зеленой повестки, вакцинации, насильственной вакцинации. Дело в том, что вакцинация и вакцинация рознь. Если человек сам выбирает вакцинироваться, это его личное дело. Но если человеку говорят, а если ты не вакцинируешь, то мы тебя уволим. Это называется насильственная вакцинация. Так вот, вот эти попытки поставить человека в такие рамки, когда у него практически нет выбора, и это при том, что запрет на критику вакцинации, критика вакцинации это дезинформация. И при этом и на Давосе 23, и на Давосе 24 организаторы потребовали от авиаперевозчиков, ну, там не все прилетали на своих частых самолетах, но большая часть прилетела авиарейсами. Так вот, организаторы потребовали от авиаперевозчиков невакцинированных пилотов. Невакцинированных. Потому что с осени 23 года резко увеличилось число внезапно, просто люди внезапно умирают. Это люди, умирающие от вакцинации. Не случайно чемпион по этим смертям Португалия, где была рекордсмен по вакцинациям, она же рекордсмен по вот этой избыточной смерти, смертности от вакцинации. Вот это и есть контроль над поведением человека, над его духовной сферой. Вот это и есть попытка создать посткапитализм в виде биоэкотехнофашизма. Это не посткапитализм братьев Стругацких и Ивана Ефремова. Нет, это значительно хуже штука. Вот вы упомянули искусственный интеллект, про него часто говорят, что он может в принципе выйти из-под контроля людей, и потом не является ли опасным в принципе искусственный интеллект привязывать к, например, тем же ядерным силам государства? Естественно. Об этом очень много пишет такой человек по фамилии Бустрём. Это швед, он консультирует английское правительство. Это ультраглобалист, кстати, который считает, что идеальная модель современного мира это большая тюрьма и кроме того некое нечто среднее между инквизицией и полицией, которая будет контролировать всю изобретательскую и научную деятельность и ненужные изобретения будет отсекать. Вот, тем не менее, он считает, что искусственный интеллект это штука очень опасная, она действительно может выйти из-под контроля, но я думаю, он здесь лукавит. Я думаю, что больше всего он боится того, что за искусственным интеллектом спрячется та группировка мировой верхушки, которую он не обслуживает, а их оппоненты. Ведь за искусственным интеллектом можно спрятаться, сказать, так, что ведь искусственный интеллект это комбинаторика, это не решение сложных задач. Кстати, СМИ не стали очень сильно светить, хотя дали информацию эту. Австралийцы и, по-моему, британцы, британские исследователи и спецслужбисты опубликовали результаты исследования, как решает ли искусственный интеллект проблемы такие, когда, ну, человек сталкивается с проблемой коронавируса. И оказывается, что в таких ситуациях искусственный интеллект бесполезен. Он не может, он работает, это такая комбинаторика обычная, которая не решает проблем. Так что и искусственный интеллект, и зеленая повестка, и вот эти все вещи, и эта дурилка, которую вбивают нам в голову, пытаются вбить голову, и это при том, что масса серьезных ученых уже опровергла все эти вещи и с зеленой повесткой, и с вакцинами МРНК. Причем настолько придавили они сторонников всех этих дел, что директор Pfizer, Бурла, он целый год отрицал, что в вакцине Pfizer есть наночастицы, но месяц или полтора назад он вынужден был признать, его дожали журналисты, он сказал, да, есть наночастицы. Ну, все, приехали. Ну, а вот то, что описывают Шваб, Харари и другие, это есть образ мира после капитализма? Да, это образ мира, который они хотели бы получить. Они хотели бы получить. Я в свое время сделал две часовые передачи, они в интернете есть, я просто взял книгу Шваба и Малере и шел по тексту. На самом деле там Шваб очень много написал того, то есть он пишет, это будет хороший мир, там и так далее, будем жить счастливо. На другой стране пишет, неравенство возрастет. То есть на самом деле он там проговорил очень-очень многое, он просто там начал очень много болтать, как в свое время в золотом ключике было сказано, как одна пиявка насосалась много крови и начала много болтать. Так вот, он там очень наболтал многое, что мир постковидный, это мир усиления неравенства, мир безработицы и многого-многого другого. Просто нужно внимательно это читать. У меня отношение и к Давосу, и к Швабу. Давоса, это по сути дела такая же умирающая структура, как во время был римский клуб, трехсторонняя комиссия. Шваб, это такой клоун-говорилка, но для чего служишь? Что такое Давос? У меня недавно вышла статья, которая называется «Воз, Давос и психоз». Я там написал, что Давос это и Бильдерберг, кстати, это такое своеобразное министерство дезинформации, пиара и открывания окон Овертона для ультраглобалистов. Они вбрасывают некую информацию и смотрят, а как прореагируют люди? Откроется окно Овертона? Вот, например, на последнем Давосе была сделана попытка открыть следующее окно Овертона по поводу педофилии. Дело в том, что на Западе осталось три табу. Это секс с детьми, инцест и каннибализм. Ну вот, по поводу педофилии можно сказать, что два окна Овертона уже открыты, по инцесту открыто одно окно и, по-видимому, на следующем Давосе будет открыто окно по каннибализму. По крайней мере, вот Давос был в январе, а в феврале в феврале New Scientist журнал, значит, он опубликовал статью, где, по-моему, она называлась так, надо изменить отношение к каннибализму на более мягкое, мягче относиться, поэтому в этом ничего особо страшного как бы нет. Вот, и что наши предки ведь они поедали друг друга, это вот открытие, это полная ерунда, никакое не открытие, дело в том, что, например, концепция возникновения человечества замечательного советского ученого Бориса Федоровича Поршнева, она основывалась как раз на признании факта каннибализма, но если наши далекие предки, пра-люди, занимались каннибализмом, то это что означает, что мы должны заниматься каннибализмом? На самом деле делается следующее, вот тот процесс расчеловечивания, создания цивилизации после Homo Sapiens, он предполагает отказ от всех табу, в том числе и от табу на каннибализм, то есть, по сути дела, это вот такое открывание окон Ловертона по принципу, ведь помните, как было с гомосексуализмом, сначала это кошмар, это психическое заболевание, потом следующее окно Ловертона, ну давайте обсудим, может это имеет место право на существование, следующее, да, имеет, а потом оказалось, что это норма, и это, так сказать, ты не имеешь права критиковать этих людей, вот то же самое сейчас пытаются провернуть с педофилией, и я думаю, то же самое будут делать с каннибализмом. А какова роль таких структур, как ВЭФ, Бильдербирский клуб, создание мира новой нормальности, можно сказать, в кавычках, новой нормальности? Это очень разные структуры, Евгений, дело в том, что ВЭФ это структура уходящей эпохи, ВЭФ это вторая половина 20-го, начало 21-го века, и в мире ультраглобализма никаких ВЭФов быть не должно, там должно быть совсем-совсем другое. Что касается Бильдербергского клуба, то Бильдербергский клуб это, ну, мне смешно иногда считать, что Бильдербергский клуб это мировое правительство, во-первых, мировое правительство невозможно по определению, даже в посткапиталистическом мире его все равно не будет. Мир слишком сложен, чтобы им управлять, слишком велик, сложно, чтобы управлять из одного центра, и кроме того, никогда не договорятся основные, сказать, кластеры мировых интересов. Вот. И потом сам Бильдерберг, например, я не знаю, как сейчас, но в 90-е годы можно было заплатить, в конце 90-х, в начале нулевых, можно было заплатить, вы пришли, заплатили, у вас есть 12 тысяч евро, вы заплатили, и можете присутствовать на заседании Бильдербергского клуба. Это мировое правительство такое. Вот. Были значительно более серьезные структуры, чем Бильдербергский клуб. Сьекль, про него только одна книжка есть, мне, по крайней мере, неизвестно будет, Церкль, то же самое. Но все эти структуры, они уходят вместе с капитализмом. Понимаете, какая вещь? Зачем нужны были наднациональные структуры мирового согласования и управления? Я специально употребляю такое длинное словосочетание, чтобы не пользоваться термином «закулиса», мировое правительство. Для чего они были нужны? Когда возникло государство в современном его виде, ну, оно официально было зафиксировано в Вествальским мерам 1648 года. Но и, хотя государство отмирает стремительно, но оно пока существует. Так вот, возникло государство и оказалось в конце уже 17, в начале 18 века, что для реализации интересов финансового капитала и вообще крупного капитала нужно постоянно пересекать государственные границы. То есть капитализм экономически это единое целое без границ, а политически это не целое, это сумма. И нужно выходить за рамки своих границ и за рамки чужих границ. То есть нарушать законы. Значит, нам нужна структура, которая обеспечит нам нарушение этих законов и будет действовать над государством, над ними. Для этого понадобились надгосударственные структуры, но они понадобились только потому, что существовало государство. Когда потребность эта возникла в начале 18 века очень остро, у буржуазии никаких структур таких наднациональных не было. Они схватили то, что было, масонство. И вот масонство выполняло эти функции до середины 19 века. В середине 19 века масонство свои задачи исторические выполнило. Революции буржуазно-масонские победили и произошло о государственном масонстве. На этом восходящая история масонства закончилась. Поэтому, когда сейчас кто-то говорит масоны управляют миром, это полная чушь. Масоны это одна из исторических форм надгосударственных образований, которая свое отыграла в середине 19 века. Да, масоны остались, но они осуществляют связь между элитами, они осуществляют рекрутирование, но не более того. Затем следующая фаза развития капиталистического мира породила новые группы в Германии. это Гехаймэс Дойчланд, общество Ротса Милнера. Новая фаза Церковь, Сиеколь, Бильдерберг. То есть каждая новая фаза в развитии капиталистической системы, в ее ядре, каждая новая фаза в развитии североатлантического правящего условия требовала создания принципиально новых надгосударственных структур, потому что существовало государство. Государство с 70-х, 80-х годов, государство как стейт, то, что Маккиавелли придумал у англосаксов даже термин хороший есть «fading away of nation state». «To fade away» — это растаивать, растворяться. Но если уходят в прошлое государство, то зачем нужны надгосударственные структуры? И сейчас идет очень интересный процесс. Наиболее активные агрессивные куски государств, наиболее активные куски надгосударственных структур. Ну, в государствах это прежде всего спецслужбы, наиболее активные корпорации. Они сплетаются, сплетаются, это невидимое сплетение. Это называется очень часто глубинным государством. Это не точный термин. Государство — это формализованная структура, а это не формализованная структура. Они используют государство как скорлупу. Может быть, государство как скорлупа и останется для простецов, которые будут во всем винить государство. Но уже сейчас формируется вот эта глубинная власть. В Америке она начала формироваться с убийства Кеннеди, и окончательно она вышла на первый план 11 сентября 2001 года. Вот это история формирования глубинной власти. Этот процесс ждет своего исследователя. То есть уходят в прошлое государства над государственные структуры, старые корпорации, старые банки, и наиболее агрессивная часть вот этих всех структур, она объединяется и формируется в глубинную власть. Этой глубинной власти никакие мировые банки, никакие всемирные банки, никакие МВФ не нужны. Они их могут оставить и использовать как скорлупу и как ширму, но они никакой роли играть уже не будут. Глубинная власть это совсем другое. И вот сейчас идет очень интересный процесс. С одной стороны, глубинная власть существует внутри государственных структур, внутри корпораций, а с другой стороны, она их пытается уничтожить. Мне это напоминает вот какую ситуацию. Есть такая насекомая, оса-наездник. Она откладывает свои яйца, она прокалывает хитин другого насекомого и откладывает внутри него яйца. Из яиц лупляется личинка внутри этого насекомого, она его жрет, 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 дожирает и вылетает новая оса. А это остается вся съеденная. Глубинная власть сейчас это то, что находится внутри наднациональных и государственных структур. Это новый хищник, новая оса, которая пытается развиваться. Очень может быть, что такие люди, как Шваб, используются и всемирный экономический форум, они используются в значительной степени и как ширма, чтобы люди спорили насчет цифровизации, насчет чего-то еще, а эти люди делают свое дело. В любом случае, мы живем очень интересную эпоху, мы живем на переломе, причем это перелом, когда совпали окончания сразу нескольких исторических этапов разной длительности, долгой длительности, средней, краткосрочной, и все это произошло в один момент, поэтому такого кризиса, который мы сейчас ползаем, такого кризиса в истории еще не было. Это не значит, что нужно поднимать руки, нужно помнить Тюкческое, блажен, кто посетил все мир в его минуты роковые, и нужно просто быть готовыми к борьбе за себя, за свою родину и так далее. Ну и также я помню ваши слова в одном из интервью, что в истории было не раз, когда один человек ломал все планы. Да, в истории бывает или один человек или очень небольшая группа, когда все колеблется на весах, когда старое и новое вот так колеблется, достаточно бабочка сядет вот на эту чашу весов и уже начнется такая инерция, которая не остановит, поэтому от каждого из нас индивидуального зависит выбор, поэтому самая вредная сейчас фраза это от меня ничего не зависит, ничего подобного, именно тогда, когда происходит общественный исторический перелом, очень многое зависит от каждого конкретного человека, от его умения сказать мерзавцам слова нет, главного мужского слова. Да, если в Эфбильдерберге и другие организации подобного типа, как вы говорите, скорее вывески, то кто реально влияет на ход истории, какие группы и структуры, и что такое глубинное государство, которое в последнее время довольно часто упоминает. Ну, про глубинное государство я уже сказал, более точно глубинная власть, а что касается, так сказать, ну, не структур, а групп, которые влияют, это те же группы, которые влияют последние там 300-300 лет. Значит, это 4 кластера больших, прежде всего это монархии Северной Европы, это Винзоры, это связанные с ними, вообще это единый блок, голландский королевский дом, норвежский королевский дом, шведы, герцог Лихтенштейнский, ряд аристократических семей, главного уровня протестантских, это один блок. Второй блок, это Ватикан и аристократические семьи Северной Италии, Южной Германии, Испании, Шотландии. Дальше, это англосаксы, то есть британцы и американцы, которых спаял между собой в свое время еврейский капитал в 19 веке очень-очень плотно, потому что весь 19 век отношения между Великобританией и США были очень плохими. Первый президент США, который дружески относился, реально дружески относился к Великобритании, это был Теодор Рузвельт в начале 20 века, дядя Франклина Делану Рузвельта. И еще целый блок, кластер, он состоит из трех частей. Это три мировые диаспоры. Евреи, армяне и ливанцы. У нас ливанцев почему-то забывают, на самом деле ливанцы это очень крутая диаспора, они живут не только в Ливане, следующая группа живет на Западной Африке, а другая в Южной Америке. И вот идет кокаин и идет в Западную Африку, обменивается там на алмазы, алмазы идут на Ближний Восток, за них там покупают оружие. Это вот обеспечивают ливанские диаспоры. То есть вот эти четыре группы, они присутствуют, они присутствуют во всех в разной комбинации, во наднациональных структурах. Они борются сейчас за то, чтобы максимально присутствовать в глубинной власти, ну и они никуда не делись. Хотя, конечно, среди вот этих даже аристократических и монархических групп это вообще в основном новодел, потому что самые старые реально монархические группы в мире их всего три. Это мировинги, это чингизиды и рюриковичи. Ну вот значение, причем для кого-то может показаться, ну мировинги, это там хлодвиг, пятый, шестой века, это уже давнишняя вещь. Но это для кого-то давнишняя вещь. для мировой верхушки это очень важная штука. Ну, например, покойная Елизавета, британская королева, она на дух не переносила Диану. Она прекрасно знала всю ее биографию, знала, что Диана девушка с очень низкой социальной ответственностью, но она тем не менее хотела, чтобы вот этот вот нынешний Чарльз, тогда принц, он на ней женился. Почему? Потому что Винзоры это дворняшки с точки зрения монархической табели о рангах. Диана Спенсер, ее предок в десятом или одиннадцатом колене это стюарты. Стюарты прямые потомки мировингов. Поэтому не случайно у сына Уильяма и Кейт одно из имен Хлодвиг. То есть они зафиксировали, что это мы ведем от франков. Ну а когда она сделала свое дело, Диана родила вот этого Уильяма, потому что, судя по всему, Гарри все-таки не сын Чарльза. Все, она уже была не нужна, тем более, она очень много болтала, и отношения были плохие, ну и ее убрали. То есть несмотря на то, что вот эти королевские династии севера сейчас это не самые старые династии, они уступают и Чингизидам, и Юриковичам, и Мировингам, тем не менее, вот это очень важный блок, и не надо думать, что аристократии и монархии ушли в прошлое, ну например, 70% немецкой промышленности принадлежит либо напрямую, либо через подставных лиц, именно аристократии, так что аристократия никуда не делась, и они безусловно будут биться за свое место, ну не в самом глубинном государстве, а в том, чтобы влиять на это глубинное государство, причем я думаю, что в каждой макрозоне будет свое глубинное, своя глубинная власть и их отношения, то есть эта глубинная власть, это будет не просто нечто среднее, а это будет конгломерат, который будет комбинировать экономическую, финансовую власть, разведслужбы и административные, и вот борьба, вся борьба 21 века, это борьба а за макрозоны, а в макрозонах борьба за то, кто будет, кто войдет в глубинную власть, а кто не войдет, кто кого отсечет от будущего. Андрей Ильич, а какой вы видите в новом мире, если он состоится, роль США, Китая, России, ну и той же Европы? Ну, я думаю, что с Европой все уже понятно, ее сливают в унитаз истории, СВО стало очень мощным фактором погружения Европы в полупериферию, она была всегда ядром капсистемы, теперь она прогружается в полупериферию, они никогда не получат наши ресурсы, как говорил Глеб Жеглоб, дырку от бублика они получат, вот, значит, будущее Европы очень мрачное, и, кроме того, и религиозно-этнокультурное, будущее их очень-очень мрачное, мигранты их в конце концов сожрут. Вот, очень интересно происходит сейчас на Западе, вот, вся пропаганда ЛГБТ, зеленые повестки, она работает только на белое население, арабы, негры, турки, которые живут в Западной Европе, у них иммунитет по отношению к этому, я недавно получил письмо от нашего соотечественника, который уже 10 лет живет в Англии, он так и написал, что у арабов, которые живут в Англии, у них иммунитет по отношению ко всей этой хрени, на них это не распространяется, то есть уничтожается белое население, то есть происходит замещение населения, поэтому с Европой, я думаю, все. Что касается Китая, я еще в 90-е годы, когда все просто писались от восторга по поводу экономических успехов Китая, я говорил, что чем больше у Китая будет экономических успехов, тем больше у них будет социальных проблем, и рано или поздно их может разорвать на части, тем более, что там очень серьезно есть региональные противоречия, собственно, англосаксы и ставят на то, чтобы Китай развалился на юг и север, север депрессивный, его выкинуть вообще к хренам, а юг интегрировать с Южной Кореей, Японией и Тайванем. Это план прежде всего британцев. Вот. Что касается России, то здесь все очень просто. Нам необходимо, вот, интерес России до СВО заключался в том, чтобы интегрироваться в тот мир, который строят глобалисты. Но в какой-то момент наша верхушка поняла, что в том мире, который строят ультраглобалисты, место им отведут скорее всего у Параши. А это для руководителей ядерной державы совершенно неприемлемо. И поэтому сейчас Россия бьется, это вопрос выживания России и населения и верхушки бьется за новый мировой порядок, за многополярный. Потому что оказалось, что в однополярном порядке нас не ждут. Кстати, Путин несколько раз откровенно это говорил. Он говорил, мы пытались доказать Западу, мы свои, мы буржуинские, мы готовы сказать к вам. А они говорят, да нет, поди-ка ты домой и лицо свое умой. Не захотели они брать. Это традиционное отношение к России. Я хочу напомнить, что западные верхушки даже дореволюционную русскую аристократию и монархию не признавали за равных себе. Это, например, ярче всего проявилось в том, как британцы фактически бросили на произвол судьбы и на смерть бросили Николая II, бывшего царя и его семью. При том, что он был фельдмаршалом британской армии и двоюродным братом английского короля. Как это было обставлено? Было сказано, что мы не можем, мы, британцы, мы не можем принять бывшего царя и его супругу, потому что она немка, и это вызовет недовольство в Великобритании. Это было сказано в семнадцатом году. А в девятнадцатом году британский король отправил своего разведчика и команду целую спасать последнего незложенного императора Австрии, Австро-Венгрии, Карла, Карла IX, по-моему, они его вытащили и отправили в Португалию. Ну, Португалия это фактически, так сказать, такая прокси, прокси Великобритания. Австро-Венгрия воевала вместе с Германией против Антанте. Тем не менее, представители дома Габсбургов надо спасти, а вот представители дома Романовых не надо спасать. Поэтому здесь в этом нет ничего совершенно удивительного. И российское руководство, когда уяснило это, оно четко они поняли, что для того, чтобы сохранить свои позиции, нужно вставать и биться. Потому вот Запад в своей тупости загнал совершенно прозападный режим. У нас не было более прозападного режима, чем тот, который возник в 1991 году. Но Запад своим хамством, тупостью сумел загнать этот режим в антизападную позицию и ставил их сражаться. Нельзя людей загнать, они загнали в угол. И сейчас России для того, чтобы остаться, нужно, чтобы изменился мировой порядок. за что сейчас Россия и бьется. На Украине мы бьемся с коллективным Западом за тот новый мировой порядок, в котором Россия сохранится. Я надеюсь, что мы не проиграем. Вопрос на послесловие, который буквально возник, исходя из нашего сегодняшнего интервью. Вы сказали, что в принципе вот это самое мировое какое-то правительство, глобальный какой-то единый центр. Мирового правительства нет. Да, вот что его это все создать невозможно, вот этот единый центр. Но мне вспоминается настольная книга «Христиан. Священное Писание». Последняя книга как раз вот часть «Апокалипсис Иоанна Богослова». Но там же все-таки говорится о том, что в конце истории человечества все-таки создастся какой-то определенный единый центр управления. Как сказал бы, я сейчас просто перефразирую одного великого деятеля нашей истории, «Мы не можем согласиться с товарищем Иоанном Богословом». Товарищ Иоанн Богослов не понимает диалектики исторического развития. Да, очень узнаваемо, кого вы процитировали, да. Особенно учесть, что тот, кого вы процитировали, он тоже хорошо знал Священное Писание, так как был финалистом. И он очень успешно противостоял Западу и трижды срывал планы глобалистов. Да. Андрей Ильич, спасибо вам огромное, что вы внимания. С вами очень интересно разговаривать. Хотелось еще, конечно, много какие темы с вами затронуть. Если вы не против, может быть, мы как-нибудь с вами в будущем это сделаем. Я напоминаю нашим гостям, что у микрофона был Евгений Давутов, а в гостях у меня был историк, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Ильич Фурсов. Андрей Ильич, спасибо. До свидания. Спасибо.